всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян мы в полном составе да приглашаем вас в новый выпуск мы сегодня поедем я не знаю туристическое это место не туристическое но пожалуй туристическое называется она скала парус я уже посмотрел на карте ехать нам из дома сейчас я вам скажу так 58 минут 17 километров мне очень хочется посмотреть на эту дорогу потому что там друзья серпантин я вам сейчас вот так покажу видите дорога достаточно сильная петляет и виляет здесь у нас будет отворот на знаменитую дачку вот естественно туда мы не поедем а поедем вот сюда где-то здесь припаркуемся посмотрим что здесь у нас имеется и пешочком проследуем на скалу парус здесь еще есть вершина называется гора черепашь и может быть до нее тоже дойдем неподалеку от джан хота пристегиваем ремни и погнали мы выезжаем с района посмотрите какая у нас сегодня прекрасная погода сейчас у нас за бортом 17 градусов представляете но у меня машина то пишет нас не поскольку я ориентируюсь по машине она нас никогда не обманывала кстати здесь цветут сосны я уже рассказывал и можно заметить вот смотрите сейчас проведу дворником и вы заметите сколько здесь будет пыльцы видали пыльца лежит просто каким-то воздушным одеялом на асфальте но я считаю что это полезная пыльца этих замечательных пицунских сосен значит выскакиваем сейчас на основную трассу дальше уходим в сторону дивноморская и потом уходим прямо на дивноморская здесь у нас делают что дорогу видите справа надеюсь успеют хотя не факт потому что здесь идет какая-то это что дорогу делать здесь что-то строят я не успел прочитать какую-то то ли гостишку то ли чё на такое маленькое сооружение из-за этого коммуникации сейчас прокладывают и образуется такая небольшой затор но это не пробка посмотрите какие у нас флоры юарджи антиша я пишу они стали зеленые они все распустились пышные я надеюсь что ближайшие выпуске друзья я дойду до вот этой вот надписи геленджик мне так это хочется вообще просто голливуд по-русски пешочками мину туда дойти с утра пока солнце не так светит а потом после нее наверное искупнемся но это будет в следующих видеороликах слева парк аттракционов если здесь зайти то можно выйти сразу на центральную набережную вот мы и выезжаем в принципе уже из города так осталось понять нам куда по моему нам сюда или не сюда до сюда вот на м4 видите здесь такая огромная реконструкция скоро здесь будут шикарнейшие развязки и конечно в сезон передвижение на автомобиле это очень сильно упростит я надеюсь что к этому сезону они все успеют видите как опасно стоят эти штуки она свободная трасса сейчас уже прям сразу у нас будет уже отворот на дивноморская мы кстати гуляли в этом поселке по следам детства обязательно посмотрите я ссылочку оставлю вот видите дивноморск только непонятно дивноморск или дивноморская на картах так на указатели здесь так на стели по-другому так сюда или куда нет не сюда это какая-то развязка еще туплю еще не совсем я местным стал вот сюда мы значит спускаемся с вами кстати кто здесь будет на машине ехать пока аккуратно посмотрите как фура проваливается там прям такой первый раз я просто ехал не знал этого и я прям скакнул на этой кочке видите можно папа нехило подлететь ложат асфальт и здесь пока так вот реверсивно пропускают машины вот про что он говорил видите стела тут уже указанная дивноморской вот как правильно называть дивноморск или дивноморская непонятно здесь сразу нас встречает вот такой вот поворот на 90 градусов и отсюда как раз уже начинается серпантин собственно который я вам и показывал вот какой поворот и какой красивый лес так смотрите ребята как подсказка видите машины припаркованы вот здесь справа вот здесь вот оставляете машину и уходите направо там самое красивое место одно из самых красивых называется голубая бездна а еще больше интересных мест туристических и нетуристических локаций есть в нашем авторском гайде про геленджик и его окрестностях для того чтобы его приобрести нужно написать нам личное сообщение по любым контактам которые указаны в описании к этому видеоролику цена гайда всего лишь 490 рублей пока мы живем здесь мы его будем постоянно дополнять и если вы поедете сюда в мае и в июне на все сто процентов он уже будет готов пишите нам приобретайте путешествуйте по геленджику с удовольствием мы заехали в джанход у нас сейчас будет как бы дорога черноморская уходить прямо это прям до пляжа но нам она будет не нужно нам нужно будет крутануться на 180 градусов и ехать дальше по серпантину вот смотрите указатель налево просковеевка вот нам нужно именно сюда включаем поворотник и вот под таким крутейшим поворотом посмотрите опа вот так вот видите уходим в горы вот мы заезжаем посмотрите просковеевку о какая здесь смотровая красивая кстати смотрите такой крест стоит и виды на горы как на красной поляне только там горы больше не выше в целом красота вообще вообще вот здесь вот дорога налево входит на знаменитую дачу вот кому интересно можно туда поехать но туда не печь потому что здесь вот дают шлагбамы и все полная охрана вот так вот это видимо работники короче этой даче обслуживающий персонал видите двигаемся здесь через какие-то такие гостиничные комплексы непонятные так я не знаю будет ли у нас там возможность припарковать где-то машину до конца маршрута осталось 200 метров я не знаю еще посмотрю вообще как я понимаю это туристическая прям такая здесь местность вот куда в принципе туалет душ и на этом все вот тут парковка ну все вот тут оставим туда машину и будем двигаться уже непосредственно пешочком ух ты слушайте чего я вам сейчас покажу смотрите зеленая табличка висит и то есть фото-видеосъемка запрещена и на дронах летать тоже нельзя здесь тракты работы здесь видимо будет огромный кстати пляж очень широкий вот а дальше уже идет вон туда дорожка вдоль этих скал как раз на скалу испадает речка и пуру-пуру-пум вот она уже и скалопарус то есть мы даже за угол не успели зайти как вот она скала смотрите какие здесь уже скалы вообще совершенно другие скалы и бухты искал какой кайф кстати очень пусто здесь кто-то установил даже такую самодельную качелю детскую прикольно а море-то какое чистое ребятки сейчас обязательно дойдем до скалы и обязательно вступаемся вообще вот здесь вот заходить в море прям максимально приятно гляньте штиль чистейшая вот она скалопарус здесь насенька вычитала какую-то легенду во избежание просто каких-то либо проблем я не буду поворачивать камеру у них там такие серьезные таблички висят что снимать ничего нельзя насенька как-то счетом быть вычитала по поводу дырки перед скале парус неизвестное происхождение ученые не знают как образовалась думали чтобы во время кавказской войны типа снаряд попал на самом деле это невозможно поэтому неизвестно счет куда она появилась а чё там в дырку надо пролезть желание загадать да мы когда сидели на пасху рядом люди мужчина рассказывал на солнцестояние когда когда внешне мороженое в это в это отверстие блин артем там гвоздь торчит уйди оттуда я послушала что ответ в какое-то там солнцестояние в день солнцестояния нужно залезть через эту дырочку пролезть и загадать желание да я уже показал очень невероятно и галька такая она же не известковая что известь начинает поднимать и мутнеет море здесь вообще прям по-другому ну гляньте мне кажется здесь заход такой прикольный мне кажется сейчас будем купаться сейчас дойдем и чистенько и канализацию окунемся окунемся ой слушай но вот тут вообще бал был видишь по камням то вроде бы смотришь скалата так близко а на самом деле это до нее идти и идти когда рио мы идем вроде он близко мы идем идем они как не придем но вот это точно камни падают это вот булыжники явно с гор кстати упали прикинь такая штука для тебя бабахнется пацаны быстрее переходим кто сюда отправится конечно будьте вообще аккуратно потому что эти камни здесь не просто так лежат видно что вместе с камнями и тащится деревья не дай бог попасть под какой камнепад вот булыжники смотрите они аж в море залетают поэтому вот именно вот эту часть нужно преодолевать как можно быстрее да я не шучу давайте побыстрее и пройдем насенькой кто-то даже такой сделал здесь спуск в море а вот здесь смотрите уже булыжники здесь уже не совсем здорово будет заходить на самом деле но все эти булыжники из-за камнепадов до представляете если вы там где-то на вершине отваливается камень вы только вдумайтесь какую скорость он может набрать и еще хочу вам показать что вот здесь вот скалы они живут такие бутербродные то есть да буквально там 10 метров и совершенно разная порода скалы вот пока где везде где мы были здесь море вот прям самый топчик вот прям чистое чистое вот даже не придраться мусора нету медуз нету извести нету вот даже на берег если смотреть то на берег вот выкидываются в основном палки и деревяшки которые видимо из этой реки и спускаются но в целом очень достойно единственно конечно вот идти вот сейчас уже по вот этим булыжникам не совсем удобно не совсем комфортно а я еще и с мирончиком иду он поспал как всегда буквально 10 минут в машине начали выходить он тут же проснулся так что друзья если вы хотите отправиться на скалу парус с детками даже с грудничком знаете у вас это точно получится главное чуточку посмелее потому что вот у нас еще двое маленьких идут с мороженкой так какие здесь гора да уж вот про что я и говорил идешь 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 на нее смотришь она так близко но идти далеко плюс дорога вот усложняется если там она вначале была легкая то сейчас она становится тяжелее и вот она скала в огромнейшем конечно наверху даже трава растет осталось только из этой скалы чтобы сосны начали расти мои торопятся бегут а мы с мирончиком уже дошли и вот между прочим стоим прямо под ножей этой замечательной скалы сейчас сделаем фоточки фотку делать здесь просто залазишь в эту дырку и фотографию делаешь но посмотрим вообще очень круто сейчас пойдем посмотрим толщину сюда еще можно наверно к ней прям на сапах подплыть какой кайф да такая махина метра полтора наверно черного если дождите установленного специальные грёвна кто-то поставил что можно было залезть так не знаю получится ли мне это сделать с одной рукой папа так-то страховенько конечно получилось вот я уже и в скале настика сделать фотография конечно прикольно единственное что темка не послушался начал залазить и здесь такое получается крутой подъем и в итоге я могу слазь и он обратно неплохо приземлился где горится одним местным своим но вроде все нормально сейчас буду слазить здесь вроде не высоко но чё горит не получилось я короче не знаю как слазить ну что вы понимали я сюда затащил темика он конечно не послушался на мамы смотри с первого раза урал сам игру один не надо очень скользко в общем очень круто еще и получилось мирончика туда ой мирончика родиончика тогда закинуть этот мужчина помог затащить его туда потому что маленький всем соображать надо ногу ставить но в целом здорово если вы будете сюда спускаться идти сюда с детьми то знаете что можно сделать классные фотографии главное аккуратно все равно я лично очень сильно люблю такие места они заряжены какой-то нереальной энергетикой потому что они собственно образуются непонятно как ну как вот такая вот скалища может образоваться просто отделиться от всех скал и образоваться да мирончик как это вообще возможно такая вообще крутая фотолокации когда я первый раз увидел я так мечтал взять дрон и пролететь в эту дырку но вы здесь появилась сооружение которое невозможно это сделать а кстати вот здесь вот еще так есть мирочек даст вот смотрите тут еще одна дырочка в скале образуется я не знаю насколько она осыпается не осыпается но она да да великолепная есть кстати я что увидел здесь есть такой маршрут в гору упала попробую подойти по этим скалам видите вон прям такая тропа туда пошла мне кажется если забраться на вершину вид на скалу будет тоже божественный мы решили все дружно искупаться даже насенька будет купаться и сказала впервые в геленджике я решила что хочу купаться самом деле пляжи пустые хоть галушом сюда забегай море чистейшая заход нормальный сейчас все это дело проверим не знаю я говорю давай мирончик тоже с нами купаться он говорит нет я не хочу вода холодная мы чуть дальше прошли я хочу вам показать какие здесь скалы такие же как парус ведь как они торчат то есть если мы везде ходили это какие-то горизонтальные бутерброды то здесь они вертикальные вообще давай давай просто заходи резко ложись и выходи давай ты точно должна это испытать настика точно должна всего все все ложись давай 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 ты чего артем смотри не прыгай там камни просто нужно лечь аккуратно очень интересно то что здесь нет глубины я не знаю как далеко идти вода по-прежнему холодная градусов 13 мальчишки вот пытаются тоже зайти не знаю будут ли они купаться не будут ну ты чего но ноги сводит я не знаю как ложиться в такую воду но давайте попробуем она здесь точно холоднее я не знаю надо освежиться класс еще раз обязательно повторим раз-два-три холодно но солнце нормально печет все третий раз и иду загорать греться раз два три давай 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 нет мне кажется я сегодня купание один хотя нет тёмка что-то пытается присесть тёмка нужно прям занырнуть просто рыбочкой слегка нет просто лечь говорю так ну ладно буду греться после того как уйдешься все телу становится очень хорошо класс вот так вот у ротика вообще красавица молодец как следующий идет артемчик ты не ныряй просто ляг аккуратно там же камни близкого вот так вот давай 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 ложись молодец ну эмоции давай 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 ты пойдешь еще будет давай давай еще дурни хотя бы ты разу тебя с кожи вообще привыкли вы понимаете да с кем поведешься того и наберешься я представляю как здесь летом летом здесь наверно просто даже лечь негде учитывая что к этой достопримечательности можно но подъехать на машине и 200 метров пройти пешочком плюс есть палаточки ну и клёво если нужен тенек вот немножко поднялся и вот и тенек пожалуйста а сейчас пока вот так вот безлюдно ребята которыми с нами пришли от женщины мужем своим тоже отошли подальше тоже покупали плавно начинают уже подтягиваться сюда люди хочу поближе подойти к скалам показать вам такой скальный разлом видите какая красота просто такая щель в скале и вот здесь вот тоже я не знаю сюда наверное никак не заберешься по ним есть есть вероятность что можно просто упасть вот конечно хотелось бы туда наверх попасть посмотреть как скала парус смотрится сверху так такой вид от первого лица как это будет видно не знаю да она сыпется здесь камни конечно приличная потом как говорится как спускаться отсюда еще опасно конечно а дальше какая там непонятно он ведь как они сыпятся fix и все и можно туда рухнуть я решил попробовать по другой тропинке пройтись вот который тогда показывал попробовать забраться наверх посмотрим получится ли у меня это сделать а вообще судя по такому рельефу мне кажется здесь какая-то река течет во время дождей и вот так вот спускает все камни ух да ух ты слушайте если туда забраться вон там тоже скалы такие же торчат ничего себе вот это прикол а с этой стороны кстати еще сложнее забираться чем например со стороны пляжа точнее даже даже спускаться так ладно посмотрим что получится ну жутко вообще на самом деле гляньте какие они там до забраться еще пол беды на самом деле а вот спускаться по таким склонам вообще всегда тяжелее увидите какой здесь камнепад оказывается был смотрите как все обрушилась ничего себе вот это да сколько ко мне здесь навалило страхово фух какие-то здесь комары мухи и вот сами посудите есть наверх и залазить то как здесь даже взяться не за что вот эта куча камней она конечно выглядит пугающе ну и скалопарус конечно вообще красота есть только вот это дерево каким-то образом ничего я уже достаточно как играется высоте вот там кстати даже канат пристегнут видимо люди то сюда залазит самые экстремалы паутины паутины я чуть дальше забрался стою здесь вот так вот просто на одном носке и вот канат видите он здесь видимо раньше свисал чтобы можно было забраться на вот эту вершину этой скалы вот она парус торчит склон конечно очень крутой и я даже не знаю как здесь за что уцепиться чтобы это было максимально безопасно чтобы чтобы не сорваться вниз вот с этой высоты вы не поверите но я дотянулся до этого каната он конечно вообще на самом деле держится на честном слове видите еще и пытаюсь ухты чуть не оступился чуть-чуть делать подсъемочку ну конечно не знаю желание посмотреть сверху она побеждает меня ребята здесь да ну нахрен здесь вообще вы просто сейчас охрените посмотрите какая вода какой здесь цвет очень очень страшно подходить краю учитывая что порода такая балистая рухнуть вон мои сидят вот их видно какая красота у ей вот она скала парус ну кто вам покажет такую красоту в геленджике с такой высоты не с дрона замечу своими ногами вот здесь вот если махнуть это дерево можно туда проходить но друзья еще очень конечно стрёмно вот как спускаться посмотрите это просто спуск почти 90 градусов конечно страшно да ради этого вида точно стоило я начинаю спускаться надеюсь у меня сейчас получится это сделать но конечно страшновато там не мои кричат папа ладно все спускаюсь у меня получилось это сделать если вы смотрите этот выпуск значит ухты значит все хорошо жесть посмотрите какой крутой вертикальный подъем вот находясь возле самой скалы не совсем понятна высота вот этих гор да только забравшись куда я забирался а вот пройдя чуть дальше можно уже четко оценить высоту этих гор они нереально мощнее очень резкий крутой подъем какой кайф я не знаю меня это природа природы геленджика просто покорила невероятно здесь красиво я каждому желаю сюда приехать окунуться в эту атмосферу ну и конечно окунуться в это прекраснейшее море гляньте какая водица ну вы в принципе сверху все сами посмотрели в общем открыл я на такую смотровую площадку никто там фотки не делает я немножко сделал ну и выпуск вам тоже показал что наши дорогие зрители и подписчики канала будем на этом прекрасном месте на фоне скалы пару завершать этот видеоролик я очень надеюсь вам понравился я надеюсь показал вам его с таких мест как никто вам не показывал если ни разу не были на этом месте обязательно приезжайте оно точно достойно того главное поймать солнце безветренную погоду чистое море и взять с собой еду но мы с вами прощаемся увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока я